Ребята, всем привет! Новый день, новый влог. Начинает его, Анюточка. Хватай, хватай! Ну, рассказывай, Анюточка, что ты делаешь? Бабулька твоя пришла? Да, бабулька пришла! Итак, в гости пришла мама и, хотел сказать, мы с ней, но на самом деле только она готовит мои любимые голубчики. Голубь сыпл тут, да. Капусточку предварительно старым способом немножко кипит, да, я снимаю листики. Вот, вот, сейчас уже будем выключать. Кто такой моя ягодка, что? Скоро спать уже надо будет, Анюточки. Я сегодня проснулась, сходила на маникюр, педикюр. Вот такие вот у меня ноготочки. Уже, наверное, не буду переделывать перед Новым годом. Надеюсь, мне хватит. Хочешь камеру? Малолетняя блогерша. О, нет! Так, ну что? Стоим тут с мамой, болтаем. Я хотела сказать, что раз уж я делаю голубцы, ну, можно же рецептом поделиться. Давай. Ага, кто-то захочет сделать голубцы по нашим рецептам. Вот у меня большой-большой кочан капусты, вот, раздевается потихонечку, листочки, по мере того, как подкипает вода. Я переворачиваю, сейчас немножко воды долью, снимаю их. Они просто, они сырые, но они чуть-чуть становятся мягкими, вот, видно? Ага, и еще потом будут вариться, то есть... Да, да. Ага, иди ко мне, иди к бабушке. Зачем? А мы вместе с ней расскажем. Да, иди сюда. Мой, Мадюша, у тебя господи. Спать сейчас пойдет, Анюточка. Иди-ка, Мир, а мы сейчас быстро про рис расскажем, и все. И мама ее спать отнесет. Давай послать, Мадюба, мамочка. Ааа, Анюта, Анюта, Анюта. Ну, гу-гу-у-у-у-ничка. Короче, у нас вот тут приваривается рис до полуготовности, сейчас уже буду его сливать. Вот, потом он у нас смешается с фаршем, и далее покажем и расскажем, что дальше делать. Да? Спать пойдем? Ну, сначала, Анюточка пойдет спать. Скажи, спать пойдешь? Гупти. О, полетел самолетик наш, смотри, полетел самолетик. Цирк, цирк, цирк. Анютка, Анюта. Она к тебе летит, я к тебе. У-у-у-у-у. Так, мама, сейчас я камеру тебя отберу и сама буду тебя снимать, да? Юня, блогерша. Так, о-о-о, о-о, что это такое? Это что такое? Что это такое? Самолетик мой. Ой, самолетик. Она летит, она в полете. Так, все, все, все. Так, я уложила Анюточку. Мама тут уже кучу дел сделала, пока нас не было. На самом деле, ничего такого не сделала. Сорила рис до полуготовности. Готовила фарш. Здесь где-то 500 грамм. Но у меня еще есть немножко фарша. Сейчас посмотрим. Может быть, добавим еще лишнее. Потому что вот это риса много, на самом деле. Да, здесь почти стакан риса. Ну, может быть, чуть меньше. Но мы сейчас, скорее всего, тоже вот такой примерно комочек риса отложим. Сейчас граммовочку точно скажу, сколько получится. Вот. И я не знаю, кто как делает, но вот лично я люблю обжаривать морковку с луком и добавлять ее непосредственно в фарш с рисом, перемешивать. А некоторые вот так вот обжаривают морковку с луком и добавляют просто в подливу, в кастрюну. Ну, вот кому как нравится. Это вот мой такой способ. То есть, типа этого не будет как будто бы в самих голубцах, а просто сок. Ну, кто-то обжаривает, да, и добавляет вот в этот вот подливу, в которой варятся голубцы. А мне вот нравится это добавлять в фарш, перемешивать с рисом. Ну да. И уже просто чуть-чуть томату добавлять, ложку томатной пасты на большую кастрюлю. Сейчас вы покажем. Я вообще обожаю твои голубцы. Постоянно, маму прошу. Так, сейчас будет, наверное, шумно. Так. Ну, просто как обычно, пассируем овощи. Ну, и морковку с луком. Помешиваем до готовности. Вот, что у нас сейчас? Вот. Так, что когда у нас в фарш? Ну, я промыла рис. Это, наверное, вот так вот. Я думаю, что будет достаточно. Просто вот этот рис, он еще разварится. Ну да, да. Он как бы, ну, не совсем готов. Он как бы, ну, не совсем готов. Он как бы, да? Да, спивка твердая, аль денте, короче. Поэтому он еще сейчас разварится. Ну, в принципе, с учетом того, что у нас большой-большой качар капусты, я думаю, что, наверное, добавим еще немножко фарш. Ну, вот так вот. Ну, вот так вот. Я так на глаз просто делаю уже, исходя из опыта. Значит, здесь где-то примерно 600, наверное, грамм фарша, да? Где-то полстакана риса, приваренного до полуготовности. И вот прям вот-вот, вот такой большой качар капусты. То есть он у нас в этой кастрюле полностью варился. Так что сейчас смешаем, добавляем соль, перец. В принципе, больше никаких специй я не добавляю. А это какой фарш? Говяжий? Это говяжий. Это говяжий фарш, обычный говяжий фарш. Ну, кто-то может быть делает там говядина-свинина или говядина-баранина, но это у кого какие-то предпочтения. Я в голубцах люблю просто говяжий фарш. Бгновенно. Блин, надо мне тоже научиться, я так люблю голубцей. Да тут на самом деле все просто. Только время, да? Только время, да, занимает. Вот мы перемешали фарш, сейчас мы его посолим, поперчим. Соответственно, помешаем еще зажарку. И потом эту зажарку, когда она остынет, мы ее добавим в фарш и я тоже это все перемешаю. Вообще, у тебя перчаток, кстати, нету, потому что с фаршем я люблю работать с перчатками. Нет, я наоборот без перчаток работаю. Нет, я буду с фаршем и с мукой, да, я люблю с перчатками. Ну, потому что ногти длинные, я стала длинной ногтей, с мукой, вот, и не попадают, конечно. Понятно, что руки моем, да, как-то естественно, постоянно моем руки, но все-таки удобнее их. Не знаю, у меня наоборот, у меня как будто фарш плохо на перчатках ладить. Но он еще клинится и к рукам с перчатками, это понятно. Ну, просто он себе, поскольку я не на своей кухне сегодня, я себе могу позволить такую маленькую шалость работать без перчаток. Я всегда себе такую шалость позволяю. Кстати, в тот раз, когда ты приходила в гости, ты мне принесла сухари панировочные. Да. Я в итоге сделала котлет, а потом, ночью. Та-да! Ну, ты, короче, вся меня и бабушку. Мы тоже вечно все по ночам делали. Ну да, ну а когда еще? Когда еще? Кому верно, а когда еще? Ну, сейчас у нас только вечер, вечерела. Пусть и ночью. Вот. Аня, что-то проснулось? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. такие листочки получаются у нас еще осталось как бы капусточка да тут уже совсем немножко нет почему пойдет просто крупные более-менее листики пойдут мы с вами решили поболтать по поводу итогов года но у меня в этом году самый главный такой итог года это рождение анютки конечно же вот так что и так интересно у меня из-за 25 получается лет это самое главное событие потому что сейчас мне уже 26 будет и в этом году вообще этот год лично для меня прям офигенный у меня это чуть ли не самый наверное прям хороший год лучший даже я бы сказала за за много лет прошлый год у меня был просто ужасный как бы у всех нас наверно да что тяжелый был очень тяжелый был 22 просто ужасно тяжелый а этот год 23 для меня был настолько успешный во-первых беременность рождение анютки в плане работы ну то есть прямо все хорошо слабо ускала складывалось сложилось в этом году ну и конечно еще у мамы самый главный итог этого года рождение внучки и я дождалась сына из армии получается он в том году да да но давно и как раз уходила в такое непростое время потому что мы очень горжусь своим сыном то что он меня никуда не избегал молодец я горжусь пришел нет он пришел сейчас вознужал у него как-то ну как это говорят знаете уж уходил мальчиком пришел мужчине поэтому но я не знаю что сказать я просто очень рада просто надо я просто счастлива как мама и кстати вставим видео как мама встречает моего брата потому что я забыла вставить это на рутюб кстати то ли курсе у меня на рутюбе вышло видео где мы с братом сидим болтаем он как раз рассказывать как прошел его год в армии вспоминаем детство в общем-то много всего интересного обязательно посмотрите ссылку оставляю и кстати сейчас вам покажу еще нарезку с того влога который вышел у меня на рутюбе вообще в этом видео хочу сделать несколько заявлений вот и мой брат первые за 10 лет сделал другой изгиб ресниц тяжело ли быть братом юли пушку хочу вам показать реакцию моего брата на анютку возвращаешься в казарму обратно у тебя ощущение что вернулся домой армия это все-таки не пятизвездочный отель тот уезжал с и в мании вот такая красоточка у нас тут стоит да набухаться хотелось какая разница должна у детей чтобы они так не ругались когда родилась анюта я сидел в покупал страшные маски но он не знал для чего мне я брата пугала подумаешь парочка вот такой на сладкий маленький малыш заживем братуха и посмотрите как мама встречала моего брата мы тоже хотели поехать но у нас не получилось ну во-первых далеко ехать и нам было бы очень тяжело с ребенком вот поэтому договорились что просто уже дома отметим но во влоге как раз таки на ютюбе я показала кадр как кошка нас с анюткой встретил ну в общем смотрите как мама встретила гошу вот я беру короче уже такие чуть-чуть подваренные листочки здесь где идет твердый ножка ее нужно немножко срезать вот такой наверное маленький может быть мы уже не завернем сейчас посмотрим когда заканчиваются будут большие листочки мы уже посмотрим по фарш маленький 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 сколько пойдет так что вот эту толстую ножку и может быть у кого-то другие способы вы пишите в комментариях да интересно потому что я ну я делаю так как допустим делает моя мама как моя бабушка вот может быть тут и делать по-другому я капусту привариваю кто-то говорит капусту кладет в морозилку ну честно у меня в морозилке нету такого большого места чтобы я могла ну говорят замораживается капуста и вытаскивают ее не нужно варить то есть листочки становятся мягкие честно я никогда так не пробовала но я очень много раз об этом слышала я как-то делаю вот по старинке вот так вот приварила ну все вот этих совсем маленькие они у нас просто пойдут на дно но получается что мы варим до того состояние когда легко можно будет этот снять да ну понимаешь ну варится она буквально вот у меня капусту я кладу слегка в кастрюлю начинает кипеть вода я ее переворачиваю ну беру два ножа допустим в такая она же большая переворачиваю и буквально через пять минут я уже начинаю листочки сами отделяются и те которые отделяются я их аккуратно вытаскиваю и вот так вот она у меня раздевается постепенно постепенно и вот получается видите вот такая вот да куча куча обожаю так вот мы кладем вниз куда мы будем укладывать голубцы чтобы не пригоралась ну да чтобы они же нам не буду стоять вот эти маленькие листочки которые в принципе нам уже не пригодятся будут у нас как бы подставка такой да тарелочкой так это у нас уже обрезанный листочек смотрим дальше вот такие будут средненькие голубчики очень хорошие также отрезаю вот эту вот ножку толстенькую все листик гнется хорошо представляете так совпало что сейчас дома в гостях у меня мама и она не в курсе но я заказала подарок на новый год но тут не только тебе тут еще мне не знаю правда подойдет тебе или нет но я оставила знатное количество деньжат и в какой коробке вот в этой это тебе у нас эти еще бы понять что это эти не очки пожалуйста бабушка плохо видит это бренд белья помнишь я тебе отдавала комплект такие прикольные себе я тоже заказала я просто не знала еще подойдет тебе или нет у меня коробка побольше но и у меня там пижамы просто нечешь вот капуста вообще я тут среди молодых ты собираешь смотреть что же так я сама сначала посмотрю ничего такого нет нет ничего такого лан пока экстравагантного не должно я поняла что это на самом деле это очень прикольное белье у них вот такие прикольные топы которые тянутся я знаю что вроде маленький но они очень удобные так что я заказала себе я решила заказать себе пижаму что мне кажется мне они уже все такие какие-то не это ну просто типа штаны и этот кофточка такая я так быстро покажу холодненько все с улицы надо будет еще постирать просто вот такой вот комплектик уютненький и вот я еще увидела вот такие вот маечки прикольные тоже решила заказать попробовать что такого у меня еще не было кажется анюрочка проснулась черепаха мы шутеньки привет и хи 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 привет и че че проснулся поспала совсем мало спала совсем мало спала совсем мало спала по стола а где носок потерялся анютка съела что я наверное наверняка ты куда бежишь такая куда бежишь тарапыга не спеши еще еще времечко много все набегайся какие щечки такие щечки не смешные вкусные ножки вкусит тебя самая нежная это вот тут самая вкусная я тебе съем говорю анютка умеет носки снимать ну ладно хочешь приноси анютку к нам сейчас шею выкрутить шею сломаешь что за сладкий корешок привет анютка расскажи как спалось гу-гуся анютка проснулась и успела на мастер-класс она уже видела как мама делает котлеты начнем с самого большого листочка пока я им отрезала вот эти вот ножки получилось что самые маленькие у меня внизу а самые большие у меня наверху так как раз будет удобнее самые большие голубцы у нас будут внизу по самой маленькой ну как бы это мой такой лайфхак алгоритм да который я всегда использую когда делаю голубцы в голубцы я уже добавила зажарку лук с морковкой соль фарш в смысле да фарш ну соответственно рис все это тщательно перемешала вот если немножко фарш недосоленый это не страшно потому что мы сейчас будем готовить бульон в котором вариться наши голубцы и как раз что такое так вот но как обычно это все знают да мы заворачиваем так листочки вот такой у нас получается красивый голубчик пирожок пирожок так когда после приготовления их можно есть ну типа сразу но это не то пальто да не нужно их сразу в принципе есть но немножко ровный много не будем фаршу класть вот лучше дать настояться конечно они когда настаиваются они получаются более очень вкусные я обожаю голубцы могу шесть штук сразу съесть анютка я думаю что ты очень любишь голубчики стоп ты тоже любишь ты тоже любишь голубчики будем голубчик голубчик она просто чует как вкусно пахнет ей тоже хочется уже голубчик да да моё солнышко скоро ты будешь с бабушкой делать голубчики мы будем их кушать вместе да мы всегда по моему да и на Новый год делаем голубцы и вообще вот зимой вот эти ну не прям на Новый год не ну у нас как-то зимой вот это вот любимое блюдо все хинкали и пельмени сейчас тоже на люблю обязательно к Новому году вот так что и обязательно кстати тортики буду свои печь можем снять видео и показать на дачу да на даче ну к Новому году уже будем тортики делать так здесь у меня листик чуть-чуть рванычки так ребят смотрите сколько голубчиков получилось я прям половину от этой кастрюли съем так вот мы готовим рассол значит ну где-то вот наверное полторы столовой ложки соли так сколько у нас здесь литров у нас здесь два с половиной два с половиной да потому что у нас вот эта кастрюлька большая здесь у нас получается практически на 4 литра только голубцов и сейчас мы вот это жидкость сюда зальем по идее они должны сверху накрыть сейчас посмотрим так немножко перца у кого-то может быть есть горошком вот я у Юли не нашла горошком только такой и кладем томатной пасты ну вот где-то тоже две ложки получилось с горкой столовой сейчас она размешается кстати если кто-то любит еще можно положить лавровый листик вот я кладу обычно лавровый листик но у Юли его опять же не нашла Юли купила лавровый листик так все вот это сейчас размешаем аккуратненько тут в принципе холодная вода кто-то может кипяточка налить кому как нравится я пробовала и так и так и все без разницы получается одинаково так размешали и начинаем заливать ой чуть-чуть мимо ну даже много получилось все вот нам достаточно чтобы вот так вот было сверху сейчас вот это домешаю можно бросить сюда оно растворится ну тут немножко осталось томатная паста просто водички много короче все делаю на глаз нету у меня никакой точной дозировки вот следующее обязательно мы накрываем вот такими листочками оставшимися да маленькими вот сверху и сейчас мы положим тарелочку маленькую конечно вот можно же побольше не надо побольше все и ставим на тихий огонек на медленный ну на семерку вот так поставлю потому что она сейчас начнет как закипать ему пенку снимем и убавим где-то на 5 вот так вот на 5 она будет стоять томится час а может быть и полтора здесь большая кастрюля полтора на медленном огне где-то полтора часика потом отключаем и даем еще настояться минут 20-30 а то и 40 и можно употреблять со сметанкой будет очень вкусно кстати пока бульон варится я все-таки пробую на соли если я чувствую что немножко соли не хватает вот в процессе пока будет вариться можно чуть-чуть по краям ложечкой аккуратно досыпать соли ваши любимые специи ну кому что нравится да вот так что в принципе все и потом будем кушать очень вкусные голубцы и так рассказываю что здесь было мама оставила голубчики на славу я занималась анюткой купала ее укладывала кормила ну короче в итоге все это время за голубчиками следил слава что там надо было сделать за и надо было проверить количество соли в воде если не слишком соленая посолить если слишком соленая погрустить далее надо было проверить поставить таймер ждать пока они сварятся и смотреть чтобы ничего не вытекало они короче полтора часа должны были на этом ну на спокойном тихом огне творится а после просто на на нее может спросить да вкусный только им еще конечно постоять надо чтобы более были такие сочные ребята всем привет сегодня 27 декабря завтра у меня день рождения меня 26 представляете и у нас к и охренеть это конечно смешно ну сейчас уже можно так хихихаха сейчас покажу тест это не мой это славян тест зацените какой двойной с одной стороны на грипп а с другой стороны на ковид короче с чего все началось 19 числа к нам должны были приехать делать а не вакцину медсестра но в итоге 18 я почувствовал что заболела и то есть я прям даже 17 на 18 мне кажется короче я прям ночью лежала потела то есть я прям понимала что у меня температура что что ну я заболела все я конечно дико с этого охренела потому что вы помните я только недавно выздоровела и такая в класс ну короче это трэш но я заболела не так сильно как в тот раз то что в тот раз у меня и кашель и насморк был и мы вообще-то сми было сильно хуже в тот раз в этот раз у меня только сильная такая слабость была ну нас вот и кашель да ну не такое сильное короче я чувствую что все я заболела по ходу пишу педиатру о том что ну как бы прививки отменяются я заболела анюшка тоже какая-то в холодном поту как будто бы слава нормально слава на следующий день ему стало плохо ну короче в итоге девятнадцатого к нам приехала медсестра брать кровь у аним чтобы понять чё как вообще дела и также взяли кровь у меня у славы и предложили сделать тест на ковид и гриппы вот эти вот он двойной вот как я вам показала ну я такая да давайте то есть спросила можно ли еще сделать мужу мне и сказать что можно в итоге сделали нам три теста мой сразу показал что у меня ковид и я вообще охренела потому что узнать мне не было такого типа я такая и чё делать и медсестре говорю он такой ну короче не то что не знаю но чё нам не скажет а наверно еще шоке бедняжка хотел скорее свалить из нашего дома ну то есть для меня это была максимальная неожиданность то что у меня ковид но в смысле понятное дело ты никак этого не ожидаешь ты просто заболел и заболел у славы не показалось сразу что ковид показал сразу что у меня потом через какое-то время пишет педиатр то что уже позже тест мужа тоже проявился что ковид анютки я так поняла нет по тесту к вида но скорее всего она тоже ну как бы от нас типа зародилась хрен знает короче в итоге вот я как сейчас себя чувствую такая гнусавая ну нет я бы не сказал что у меня слабость но состояние еще больной то есть прям в голове как будто все еще держится такое вот болезненное какое-то состояние усталость у меня очень сильно и у славы вообще трэш но поднималась температура до 39 и 6 ему было очень плохо как только не сбивали температуру ничего еще никак не получалось сбить я сама болею анютка тоже в состоянии в каком-то не очень хорошем у нее сиплый голос и в итоге назначили ингаляции делать я делаю ингаляции пару дней надо было нос промывать но сейчас я и промываю нос и себе тоже короче я так устал если честно это просто кошмар в итоге я вызываю славе врача ну типа городского из поликлиники ну из больницы на врач приезжает ничего не делает просто говорит еще раз типа чего-нибудь пейте выздоравливайте делать еще один тест на ковид подтверждается потом получается лучше славе не становится конечно же потому что с какого перепуга все это время мама привозят какие-то лекарства еду куда день мама славы приезжала приводил тоже еду борщ ну короче итоге там родители приезжали просто найти около двери оставляли еду какую-то лекарство и жаль и чтобы не заразиться тоже то что не все лекарства можно заказать потому что мне кто-то начал писать типа зачем просите родных чтобы они чуток приезжали если есть доставки все лекарства можно доставки заказать я смотрела в разных аптеках и где только не смотрела ну короче хорошо что у нас есть страны которые могут нам помочь спасибо им за это в итоге славе лучше вообще не становится я звоню в скорую в обычную говорю что мужу плохо ему лучше не становится говорю что у него подтвержденный к вид там никто не приезжает никто даже врач даже не перезванивает у меня скоро говорят что ждите вам врач призвание 40 минут проходит по общение не привета не ответа думаю все понятно я даже не стал туда звонить но слава богу благо у нас есть возможности я вызвала платную скорую выезд 6 тысяч только стоил короче вызвала платную скорую и это прям сильно помогло я вообще очень рада что нашла эту скорую что вызвала и предложили два варианта либо укол либо капельницы ну я такая типа чё лучше ну понятное дело что капельницы лучше она там убирает на токсика все такой укол просто бы снял там температуру грубо говоря на время ну короче в итоге где-то полтора часа славе делают капельницу у нас дома прям слава богу все это время анютка спала то есть приехали к нам где-то три часа ночи что ли где-то в пять или шесть от нас уехала скорая еще раз делали тест к вид славе подтвердился ставили еще тест для меня потому что я не говорила что у меня ковид но мы в масках были ну и все понятное дело назначили лечение славе у него очень сильно красное горло ему было больно глотать прям кошмар то есть он говорит как будто вон стекла глотает ужасная боль в горле мне кажется мы похудели все мне кажется даже анютка похудела что у него тоже аппетит какой-то было не сказать что вау она обычно каждые три часа ест иногда даже два с половиной а вот сейчас пока вы болели пока плюс у него зубы там не зубы они точно лезут вот но просто как-то странно для меня я думал что знаете это в течение там но недели происходит и зуб вылезает и все это время ребенок такой капризной в итоге на два дня из-за зубов как будто бы капризничала потом вообще не было чувства что я беспокоят зубы и анютка тоже как-то редко стало но и редко стала кушать но аппетит как будто бы хуже 100 то есть она раз в четыре часа может поесть бывает и реже очень плохо спит ночью короче у нас знаете как все как всегда в один момент супер больной слава с температурой что не может мне понятно вообще помочь и я должна его помогать за ним ухаживать потому что ужасная температура ничем не сбивается никакими таблетками плюс больная я ребенок тоже с температурой температура у нюкки 38 с половиной где-то даже выше 38 7 было ну короче а то и 39 я уже не помню но нормально так поднималась температура просто взрыв мозга у ребенка еще там скачок рост лезут прогресс на ну короче просто даже вот реально не выспишься ночью не отдохнешь чтобы набраться силы за болезни я элементарно забывала там чай хотя бы там с лимоном попить чтобы хоть как-то лечиться потому что я все еще кормлю грудью и понятное дело какой-то жестка чья принимать не хочу без острой необходимости но я пила парацетамол вот сейчас я ничего не пью ну короче я вообще типа можно сказать лечусь вот надежды надежды чаем сейчас я начала принимать витамины но конечно мне надо сдать кровь чтобы нормально их принимать а не просто так но я просто уже реально не могу мне кажется я просто вот скоро свалюсь и все короче вот такой вот решак завтра у меня днюха ничего снимать не буду то что что снимает даже отмечать толком не будем я думаю что завтра схожу сдам к вид еще один тест у нас рядом с домом есть потому что вполне себе есть вероятность что уже тест покажет отрицательное на что я очень сильно надеюсь я не знаю как нам отмечать новый год который не за горами и для меня самое страшное это не день рождения не отметить мне очень пофиг естественно день рождения ну типа чё его отмечать под конец года знаете вообще не до отмечания дни рождения к себе шарики снимали сегодня рилс чтобы оставить хоть что-то типа праздничное ну короче для меня самое страшное не поехать отмечать новый год с родными что отмечать новый год весь эти повторием я анютка и слава это прям грустненько потому что ну вообще типа какого-то супер праздничного настроения точно не будет это будет обычный день такой же как и все ну короче вы понимаете конечно хочется с семьей быть в этот день с вкусным накрытым столом от мамы кстати на сегодня привезла мизы говяжий еще суп вчера ночью делала и мимоза салат на тебя знаете такое немножко суета как будто перед праздником но понятно никаких там отмечаний устраивать планируем в общем вот хотел рассказать просто что я расстроена что декабрь этот у меня просто не какущий мне грустно и надеюсь что следующие влоги я уже начну снимать к знаете хоть чуть-чуть наберусь каких-то хотя каких сил ну я хочу снять еще в этом году понятно как мы новый год отмечаем надеюсь что мы это будем делать на даче с семьей они дома все зависит от того что покажет тест к вид кстати слава вот если говорить так вот он типа уже официально может гулять у него я не то есть к вид интересно нет но получается врач которого я вызывала из ну бесплатные больницы он до 25 числа его посадил на каротин а 25 число ну типа два дня назад было я два дня назад делал тест у меня был положительный к вид ну короче это к тому что типичок а вид не заразность что ли уже в общем ладно завтра пойдем сдадим тест мы кстати в первый раз болеем к видом и конечно сейчас к вид это уже наверное не то что вот было в самом начале потому что сейчас видом уже все мне кажется переболели и он уже вроде как не кажется таким страшным как было вначале потому что все-таки наверно иммунитета у людей уже побольше от к вида но колотик а вот анюточка кстати анютки уже пять месяцев три недели и получается что в новом году что января и будет полгодика, полгодика до годика, полгодика до годика. Сегодня, представляете, укладывала волосы с пенкой для укладки, и результата ноль вообще. Я в новом году обязательно пойду и сделаю себе счастье для волос. У меня очень сухие волосы, просто кошмар. Они расчесываются, путаются. Короче, трэш полнейший. В общем, этот влог, точнее, конец этого влога, я просто хотела поболтать, пожаловаться так сказать. И надеюсь, что не знаю, это как, знаете, чёрная-белая полоса. Надеюсь, что вот эта вот чёрная полоса, так скажем, ну, это, конечно, громко сказано. Слава богу, все живы. Вот. И практически здоровы. Но всё равно, конечно, очень многие планы порушились. Конечно, всё равно это не так страшно. Не хочу вот это вот преувеличивать, знаете. Ну, чё, у меня, типа, съёмки отменились, день рождения не отмечу. Ну да, устали, как бы, не знаю. Ну, короче, к чему я? Славе сделали капельницу, ему сильно полегчало, и после этого уже сильно температура высоко не поднималась. Сейчас нам уже обоим лучше. Вот. Если бы не положительно ковид, то, наверное, мы бы уже ходили по улице, не знаю, грубо говоря, съёмки бы делали, какую-то работу. Хотя, чё, вот только что с менеджером переписывалась, у нас официально два рабочих дня. И всё. Ну, типа, закрыть какие-то проекты, всё. Поэтому можно сказать, что весь декабрь, когда можно было зарабатывать бабки... Не, ну, я, конечно, ну, нормально зарабатывала, но не так, как могла бы, конечно, если бы я была здорова. Я бы, конечно, больше двигалась. В этом месяце мы виделись один раз с ассистенткой, с Дашей. И, кстати, со следующего года, с нового года, мы с ней не будем больше работать, потому что у них есть с мужем своё дело, свой проект, так сказать. Мы с ней так, в принципе, и планировали, что мы не сильно долго, наверное, сможем поработать вместе. Поэтому с нового года я, наверное, буду себе искать снова ассистентку. Не знаю, как это будет называться. Может быть, это будет не ассистентка прям. Я бы хотела найти себе классную команду, кто будет снимать рилсы, помощницу. Ну, короче, не знаю. Хочу прям реально улучшить контент. И кучу у меня целей, планов на год. Хочу уходить на мероприятие. Ну, короче, хочу прям другую жизнь. Активную, классную, позитивную. Особенно после вот этого заседания, скажем так, в декабре, вши я, ну, весь декабрь проболела. Конечно, мне хочется хоть какой-то движухи. И почаще оставлять Анютку кому-то. Ну, типа, Славе, маме. Потому что я вообще очень тяжело с ней расстаться. Просто потому что я её так люблю. Мама тебя любит. Короче, ладно, ребят, я с вами прощаюсь на этом. Не знаю, выйдет ли у меня в этом году ещё какое-то видео. Я вообще не такое себе представляла видео последнее в этом году. Я хочу снять какие-то итоги года. Ну, наверное, в формате, не знаю, в Новый год, может быть, об этом поболтать. Или уже там дома после Нового года. Я всё-всё надеюсь, что мы с семьёй будем отмечать на даче. Так что спасибо вам большое, что смотрели этот влог. Всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы. И всем пока. И не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok